С яблочкой и последняя. Но это было бы очень неправильно с моей стороны, потому что я хочу представить вам Серёжу во всём свете, в котором могу. Да, без этого человека вообще бы ничего не получилось. И даже сегодня, правда, очень большая заслуга моего замечательного напарника. У меня много напарников, и они все просто чудесные. Я всем очень благодарна за помощь и за то, что люди настолько с энтузиазмом на это откликнулись, что для меня уже одно это было прям большой победой. Поэтому я вот помню, что Серёжа прокомментировал про это стихотворение и даже его запостил в анонсе. Я его прочитаю, скажем так, наверное, в благодарность за такое сотрудничество. Особенно за то, что мы вот с книжками всё-таки это всё успели организовать. Это было важно. Такое очень странное стихотворение, потому что в нём какая-то просто дичайшая у меня получилась пунктуация. Несмотря на это, мой редактор сумел с ним совладать, и всё получилось. Чем пахнут намерения. Если грабли по лбу, сраз бегу и набегу, значит, ты опять позабыл все земные уроки. Я себя порой тоже удержать совсем не могу, а потом тру злобный лоб, сокрушаясь, что мир жестокий. Я одну простую штуку, пожалуй, сейчас поняла. То пожнёшь, что посеял, до песчинки поднимешь камни. И покуда надежда в сердце всё же не умерла, каждый роет себе подкоп, разгребая землю руками. Пахнет веганский стол стерильности убеждений. Там коровы в белых халатах шерсть забирают в шапки. Пахнут лысые дети-бойцы хрустящими пачками денег. Добровольцы наденут на руки резиновые перчатки. Пахнет сложными травмами детства любое благое дело. Зря замотала в детстве мама мне горло шарфом. Мы в конце всё равно получим именно то, что хотели. Так давайте мечтами прошлого, честно, не будем гнушаться. Как во тьме проявляется равна то лев, то шкаф, тренируя воображение невыплаканными ночами, Как комната проступает, будто на фотографии, Проявляемая первыми солнечными лучами. Так и вся наша долгая жизнь из намерений будет сложена. То пожнёшь, что посеял, иди, подбери булыжник. Хоть ты бейся, не бейся лбом, это всё непреложно. Человек стоит на окне, за окном пробегает булыжник. И прежде чем я прочитаю совершающее стихотворение, вот я вижу вновь пришедших, недавно пришедших, и я хочу задать вопрос, есть ли кто-то ещё, то хотел бы что-то сказать нам всем. Ну если, да, если вдруг нет, то я тогда завершаю. Сегодня прочитаю ещё одно стихотворение, и ещё раз хочу вас всех вот так вот мысленно, пока что только мысленно обнять. И, ну это классно, что мы с вами сегодня здесь все вместе. Для меня это очень-очень многозначно, для меня это вот прям очень душевно, и видеть вас, и чувствовать ваши эмоции, это очень классно. Спасибо вам. Можем включать. Яблочки. Яблочко. Эх, яблочко. Ох, Господи. Ну, практически. Смотрите, потом про яблоки и мысли на том. Хорошо. Хорошо. Ой, отличный про выигрыш, можно долго искать текст. Где-то в начале. Угу, да. Четвёртый. Угу. Четвёртый. Четвёртый. Это неожиданно. Угу. Яблочко. Жизнь. Как яблочко с плодоножкой. Какое сорвёшь, то и съешь. Кожицу снимешь. Дольку на ножик. Полный больших надежд. Где я? Какой-то спальный район. Развязка на третьем кольце. Этот пейзаж совсем не моё. Я б не хотела-то видеть в конце. Утро. Конвейер. Локомотив. Тянет вагоны в зарю. Стук колёс. Как мой лейтмотив. С ним я давно уже не говорю. Яблочко катится. В точности так, как сотню лет назад. Ты в авангарде. Иди в атаку. Страшно? Закрой глаза. Каждый солдат ждёт свой отбой. Своей сирены гудок. Хочешь покоя? Будет покой. Урочное время. И срок. Спасибо. ПОДПИСИЙСКИЙ СУССР. ПОДПИСИЙСКИЙ СУССР. ПОДПИСИЙ СУССР. закончилась, здесь в 7 часов, по-моему, да, будет следующее мероприятие, то есть у нас есть вот, ну, какое-то время там собраться с мыслями, вот, я здесь к вашим услугам.